Сегодня в Москве прошла конференция, проводимая совместно федеральной антимонопольной службой и кафедрой конкурентного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, в рамках которой были обсуждены вопросы антимонопольного регулирования и интеллектуальной собственности. Мы провели более шести часов дискуссий по вопросам соотношения антимонопольного регулирования и интеллектуальной собственности. При этом мы проанализировали практику применения антимонопольного законодательства к объектам интеллектуальной собственности в сфере недобросовестной конкуренции. Были рассмотрены эффективные механизмы пресечения фактов нарушения прав владельцев интеллектуальной собственности, защиты через механизмы противодействия недобросовестной конкуренции. С нами вместе работали представители, руководитель Роспатента, председатель суда по интеллектуальным правам. Нам удалось достаточно подробно поговорить о соотношении антимонопольного регулирования и интеллектуальной собственности в плане применения некоторых институтов на ограничение прав правобладателей. Мы договорились о том, что тема эта является достаточно деликатной, что самым опасным является неопределенность правовых норм. И наша задача по результатам этой конференции все-таки расставить правильно акценты. Антимонопольное регулирование регламентирует обращение товаров и в этом отношении ее нормы распространяются на обращение товаров. Да, в некоторых случаях это может быть связано с ограничением интеллектуальной собственности, но тем не менее интеллектуальная собственность охраняется нашей конституцией и гражданским законодательством. Поэтому по результатам проведенных дискуссий, я думаю, мы сформулируем некоторые выводы и, возможно, они лягут в основу дальнейшего совершенствования антимонопольного законодательства. И также, возможно, появится дополнительное разъяснение со стороны Федеральной антимонопольной службы по соотношению антимонопольного регулирования и вопросов интеллектуальной собственности. Очень много полезного мы сегодня извлекли из этой конференции. И я думаю, что уже это не первая встреча Роспатента и ФАСа. Такой встречи, когда участвует много ученых, практиков, юристов по лекарственным препаратам. Была очень успешная встреча в Роспатенте. Я думаю, что мы будем уже планировать и следующее обсуждение этих вопросов в таких форматах, которые соответствуют современному настроению пользователей исключительных прав, производителей товаров, требующих такой защиты нашего участия. Важным направлением работы, которое сейчас обсудили, это, конечно, реализация международных соглашений. Мы видим, что то же соглашение по ТРИПС, которое регулирует вопросы злоупотребления правами и препятствования конкуренции, оно должно быть реализовано в нашей практической деятельности. И мы видим такие возможности для их реализации. Очень важно иметь в виду, что международные нормы имеют приоритет и они вырабатываются очень тщательно. Актуальность сегодняшней конференции вызвана в том числе теми фактами, что большинство товарных рынков являются достаточно новыми и возникают уже не только в сырьевой сфере или сфере материального производства, но и выходят за пределы, так скажем, материальных носителей. Многие товарные рынки формируются в сети интернет, это рынки программного обеспечения. И не реагировать, не определять, так скажем, механизмы регулирования этих рынков является, в общем-то, достаточно опасным. Потому что при отсутствии эффективных механизмов защиты конкуренции в этих сферах мы можем проиграть или потерять, так скажем, многие высокотехнологичные товарные рынки. Я думаю, что нам очень внимательно нужно отслеживать эти тенденции и определить необходимые, но достаточные механизмы для предупреждения монополизации в высокотехнологичных товарных рынках, где могут использоваться результаты интеллектуальной деятельности. Мы исходим из того, что интеллектуальные права — это вопрос вероятного права регулирования, но при этом, когда речь идет о злоупотреблении доминирующем положении, антиконкурентном соглашении, нельзя под интеллектуальными правами спрятать правонарушение, которое негативно влияет на конкуренцию, нарушает права потребителей, контрагентов и прочее. Поэтому то, что мы сегодня впервые собрались именно по теме антитраста в интеллектуальной собственности, это результат того, что очень интересно и бизнесу, и научному сообществу, и регулятору, и то, что мы идем на правильном пути, потому что мы рано или поздно, с учетом практики, выработаем те механизмы, которые будут давать ответы на эти вопросы. Можно применять антитраст? Когда? В каких случаях? И что это не будет нарушать интересы правоподателя? В целом, проведение конференции в рамках Кутафинского чтения, конечно, знаковое событие, но позволило нам вообще увидеть, что антимонопольная служба хорошо поработала, создав просто сеть кафедр, которые обучают антимонопольному праву. И вот эти кафедры на сегодняшнем обсуждении представляют позицию достаточно основательно продуманную. И юридическую сторону, и экономическую сторону вопроса. Это даст нам очевидную возможность принять в ближайшее время решение, обоснованное, правильное, научное. Субтитры создавал DimaTorzok